Всем панкейк, дорогие друзья! Миссии НАСА во второй половине 1960-х были довольно активны и успешны. США были намерены выиграть битву за Луну. Тысячи людей делали всё необходимое, чтобы отправить первыми людей на Луну. 20 июля 1969 года миссия Аполлон-11 достигла поставленных целей. Армстронг и Олдрин успешно посадили лунный модуль на поверхность нашего спутника. Теперь стоит узнать побольше о его последователе — Аполлоне-12. Давайте же окунёмся в эту историю и узнаем про вторую экспедицию на Луну. Но перед началом давайте всё же узнаем, что такое Аполлон-12. Аполлон-12 — это пилотируемый космический корабль, в ходе полёта которого в 1969 году люди второй раз в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. Экипаж состоял из командира Чарльза Конрада, который летал уже в третий раз, пилота командного модуля Ричарда Гордона и пилота лунного модуля Аллана Бина. Конрад и Гордон — опытные астронавты, прошедшие программу Gemini. Изначально с ними в тройке тренировался Клифтон Уильямс, однако он погиб в авиакатастрофе. По личному предложению Конрада, начиная с экипажа дублёра Аполлон-9, Уильямса заменил ранее нелетавший Алан Бин. Конрад хорошо знал Бина с начала 60-х, когда работал инструктором в школе лётчиков-испытателей, а Бин был его учеником. Все члены экипажа были офицерами ВМС США, что оказало влияние на название корабля и символику миссии. Общие сведения о корабле. Корабль включал в себя командный модуль, образец 108, и лунный модуль, образец LM-6. Для командного модуля астронавты выбрали позывной Янки Клиппер, для лунного модуля — Интропид. Название кораблей американского военно-морского флота, отличившихся в боях. Целью полёта стала высадка на Луне с проведением исследований по более широкой программе, чем при полёте корабля Аполлон-11. Задачи полёта предусматривали посадку на Луну в океане «Бурь» примерно в 1540 километрах к западу от места посадки корабля Аполлон-11. Сбор образцов лунного грунта, фотографирование на поверхности Луны, установку на Луне научных приборов, фотографирование поверхности Луны с селеноцентрической орбиты, в частности, некоторых участков, выбранных для последующих посадок кораблей серии «Аполлон». Поиск автоматического космического аппарата «Сервьер-3» совершил посадку на Луну 20 апреля 1967 года. Демонтаж некоторых деталей указанного аппарата и доставка их на Землю для изучения влияния длительного пребывания в лунных условиях. Проведение телевизионных сеансов с борта корабля и с поверхности Луны. Программа полёта была выполнена почти полностью. Из-за неисправности телевизионной камеры не удалось провести два запланированных сеанса цветного телевидения с Луны. Предстартовая подготовка протекала нормально до 12 ноября, когда была обнаружена течь в бачке с жидким водородом для топливных элементов. 13 ноября неисправный бачок был заменён другим, демонтированным с корабля «Аполлон-13», который в это время проходил проверку в здании для вертикальной сборки. После замены бачка предстартовая подготовка проходила нормально. В Центре управления запуском среди почётных гостей присутствовал президент Никсон. На космодроме и в прилегающих районах старт наблюдали около 300 тысяч человек. Несмотря на метеорологические условия, дождь, низкая грозовая облачность, запуск решили не откладывать, поскольку при следующей возможной дате запуска пришлось бы отказаться от посадки в районе аппарата «Сервейер-3». Корабль «Аполлон-12» стартовал 14 ноября 1969 года в 16 часов 22 минуты на 670 секунд позже расчётного времени. На первой минуте полёта возникла аварийная ситуация вследствие двух атмосферных электрических разрядов на 37 и 53 секундах полёта. Разряды вызвали аварийное отключение топливных элементов корабля. Бин снова включил их вручную на второй минуте полёта и вывели из строя некоторые датчики корабля. Второй разряд привёл к тому, что гироскопы системы наведения и навигации корабля встали на упоры. Гироплатформа системы наведения и навигации была вновь настроена позже по наблюдениям звёзд. На работе системы наведения ракеты-носитель электрические разряды не отразились. Корабль был выведен на геоцентрическую орбиту, близкую к расчётной. После выхода последней ступени ракеты-носителя с кораблём на начальную геоцентрическую орбиту экипаж в течение примерно двух часов производил проверку бортовых систем, обращая особое внимание на поиск возможных повреждений в результате электрических разрядов. Проверка не обнаружила никаких существенных неисправностей. На третьем часу полёта двигатель последней ступени был включён вторично и вывел ступень с кораблём на траекторию полёта к Луне. После манёвра перестроения отсеков корабль был уведён на безопасное расстояние от последней ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полёт к Луне. В ходе полёта была проведена непредусмотренная первоначальной программой проверка систем лунного модуля. В частности, опасались повреждения электрическим разрядом при старте электронной системы радиолокатора. Проверка показала, что бортовые системы лунного модуля исправны. Конрад и Бин перешли в лунный модуль примерно за 4 часа до расстыковки модуля с командным. Расстыковка произошла на 108-м часу полёта. Модули были отведены друг от друга на расстояние около 5 километров. На 110-м часу полёта был включён двигатель посадочной ступени лунного модуля и началась отработка автоматической программы посадки. На высоте 162 метра над поверхностью Луны началась отработка полуавтоматической программы посадки. Бортовое оборудование лунного модуля работало исключительно эффективно. В частности, Конрад доложил, что если бы продолжала отрабатываться автоматическая программа посадки, такая возможность предусматривалась, то лунный модуль опустился бы прямо на аппарат Servier 3. Конрад решил перелететь через аппарат Servier 3 и посадить лунный модуль у противоположного края кратера, в котором стоял аппарат. Конрад наблюдал местность через иллюминатор, а Бин в это время считывал вслух показания приборов. На высоте примерно 40 метров, чуть больше 130 футов, струя двигателя начала поднимать облако пыли с поверхности Луны. Затем поднятая пыль почти скрыла поверхность и в результате Конрад посадил модуль ближе к краю кратера, чем намеревался. Посадка на Луну произошла 19 ноября 1969 года в 6 часов 54 минуты 43 секунды. Бортовое время посадки 110 часов 32 минуты и 43 секунды. Лунный модуль опустился в 45 метрах от края кратера на расстоянии примерно 200 метров от аппарата Servier 3. После посадки астронавты в течение нескольких минут находились в готовности совершить аварийный старт с Луны, поскольку обстановка аварийного старта не требовала, астронавты получили разрешение центра управления и начали готовиться к своему первому выходу на Луну. Первым на поверхность Луны в бортовое время 115 часов 22 минуты спустился Конрад. От него ждали исторической фразы, подобной той, которую произнес Нил Армстронг. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Однако Конрад, вспоминая слова Армстронга и намекая на свой небольшой рост, сказал «Возможно, для Нила он был маленький, но для меня – большой». Позже, уже на Земле, он признался, что поспорил на 500 долларов сырянной фалачи, что произнесет именно это, чтобы доказать ей, что фраза Армстронга не была навязана ему заранее и что руководство НАСА не программирует астронавтов когда и что говорить. Он добавил, что деньги брать вовсе не собирался, но если совсем точно, то фраза Армстронга относилась именно к первому шагу. А Конрад свои слова произнес, спрыгнув с последней ступени. Ступенька при этом оказалась на уровне его пояса. Когда же он сделал шаг, он добавил «О, она мягкая и нежная». Конрад собрал первые образцы лунного грунта. Его ноги глубоко проваливались в лунную пыль, и ему приходилось высоко поднимать их при ходьбе. Пыль оседала на скафандр и все предметы, которыми пользовались астронавты. По их оценкам, глубина слоя пыли была значительно большей, чем на месте посадки корабля «Аполлон-11». Бин спустился на поверхность Луны примерно через полчаса после Конрада и приступил к переносу камеры цветного телевидения для установки на штативе. При этом камера вышла из строя, проработав до этого примерно полчаса. Все попытки исправить камеру успехом не увенчались. Один из астронавтов даже слегка ударил по камере молотком, что вызвало появление на экране цветных полос, но затем изображение снова пропало. Специалисты на Земле предполагали, что пострадал светочувствительный слой трубки в результате того, что камера в течение 10-15 секунд была случайно направлена на Солнце или на корпус лунного модуля, отражавший солнечные лучи. Попытки исправить камеру продолжались и во время второго выхода астронавтов на поверхность Луны, но успеха также не принесли. Камера была возвращена на Землю для анализа причин неисправности. Для этого астронавты впоследствии вынуждены были оставить на Луне около 6 килограммов лунного грунта, собранного во время первого выхода. Бин и Конрад установили на поверхности Луны научные приборы, собрали дополнительный комплект образцов лунного грунта. Бин из азарства подбросил пенопластовую укупорку одного из приборов. По его словам, она достигала высоты примерно 100 метров. Первый выход астронавтов на поверхность Луны продолжался около 4 часов. При этом запасы автономной ранцевой системы жизнеобеспечения были израсходованы далеко не полностью. Возвратившись в лунный модуль после первого выхода, астронавты произвели подзарядку водой и кислородом автономных ранцевых систем жизнеобеспечения. После приема пищи, сна, Конрад спал в скафандре, боясь снимая его распространить лунную пыль по кабине. И еще одного приема пищи астронавты начали готовиться ко второму выходу на поверхность Луны. Люк был открыт в 131 час 32 минуты 0 секунд бортового времени. Конрад спустился на поверхность Луны примерно через 8 минут, бин – через 15. Астронавты поправили один из научных приборов, упавший ионизационный манометр, и начали сбор образцов грунта, одновременно комментируя характер местности. Конрад дважды скатил в кратеры небольшие камни, что было зарегистрировано сейсмометром, установленным астронавтами во время первого выхода. Астронавты нашли, что собирать образцы проще не с помощью инструментов, а руками. Когда один из них нагибался, чтобы взять образец, второй держал его за лямку. Один раз Конрад упал, но, как он отметил, на Луне падение происходит настолько медленно, что нет опасности порвать скафандр о камне. Подойдя к краю кратера, где находился аппарат «Сервьер-3», астронавты начали спуск. Грунт на склоне оказался прочным и несыпучим, так что подстраховки с помощью веревки не потребовалось. Подойдя к аппарату, астронавты сообщили, что он имеет не белый цвет, как при старте, а бурый, в то время как грунт вокруг него был серый. Астронавты сфотографировали и осмотрели аппарат, и, как и предусматривалось, демонтировали некоторые его детали, в том числе камеру. На обратном пути к лунному модулю астронавты продолжали сбор образцов. Во время второго выхода общая протяженность маршрута астронавтов составила примерно полтора километра. Длительность выхода составила 3 часа 54 минуты. Спустя примерно час после окончания второго выхода астронавты снова разгерметизировали кабину лунного модуля и открыли люк для выбрасывания ставших ненужными предметов. При этом по ошибке была выброшена одна фотопленка. Первоначально предполагали, что астронавты выбросили отснятую пленку, но позже выяснилось, что была выброшена неэкспонированная. Ну а перед тем, как мы продолжим, советуем поставить лайк под видео и оставить комментарий с вашими мыслями по поводу видео. Это сильно поможет нам в развитии канала. Старт с Луны был произведен в 142 часа 3 минуты 47 секунд полетного времени. Время пребывания на Луне составило 31 час 31 минуту 4 секунды. Стыковка взлетной ступени лунного модуля и командного модуля была осуществлена на 146 часу полета. Сближение, снятое из командного модуля Ричардом Гордоном, передавалось по телевидению. Конрад и Бин после чистки пылесосом скафандров и предметов, переносимых в отсек экипажа, через 2 часа после стыковки перешли в этот отсек. Примерно через час командный модуль и взлетная ступень лунного модуля были расстыкованы. Командный модуль с помощью вспомогательных двигателей отведен на безопасное расстояние. Затем по команде Земли был включен на торможение двигатель взлетной ступени и она, как и предусматривалось, упала на Луну. Падение было зарегистрировано приборами, установленными экипажем на Луне. На 173 часу полета во время 46-го витка командного модуля вокруг Луны был включен основной двигатель, который перевел корабль на траекторию полета к Земле. Отделение отсека экипажа от служебного отсека командного модуля произошло на 245-м часу полета. Отсек экипажа приводнился в 244 часа 25 минут 46 секунд полетного времени в 4,5 километрах от авианосца Хорнет в Тихом океане. На воде отсек экипажа первоначально установился в нерасчетном положении, днищем вверх. Однако через несколько минут при помощи надувных баллонов поплавков был перевернут в расчетное положение. При переворачивании сорвалась с кронштейна кинокамера и рассекла бину бровь. Позже астронавту наложили два шва. Легкие водолазы подвели под отсек Пантон. Подали астронавтам через люк чистые комбинезоны и маски с респираторами. При полетах кораблей Аполлон-11, 12, 14 принимались карантинные меры и запасения занести на Землю опасные микроорганизмы. Но, так как никаких микроорганизмов обнаружено не было, начиная с полета корабля Аполлон-15 жесткие послеполетные карантинные меры для астронавтов и образцов отменили. Вертолет доставил экипаж корабля на борт авианосца через 1 час 10 минут после приводнения. Были продемонстрированы преимущества исследований Луны с участием астронавтов. Без их участия не удалось бы установить приборы в самом подходящем месте и обеспечить их нормальное функционирование. Изучение демонтированных астронавтами деталей аппарата Servier 3 показало, что примерно за тысячу суток пребывания на Луне они подверглись весьма незначительному воздействию метеорных частиц. Куске пенопласта, помещенном в питательную среду, были обнаружены бактерии из числа обитающих полости рта и носа человека. Очевидно, бактерии попали в пенопласт при предполетном ремонте аппарата с выдыхаемым воздухом или слюной одного из техников. Таким образом, выяснилось, что попав вновь в селективную среду, земные бактерии способны к размножению после почти трехлетнего пребывания в лунных условиях. Однако существует также предположение, что бактерии были занесены на деталь уже после ее возвращения на Землю. В первой половине 1970 года НАСА организовало раздачу 1620 образцов лунного грунта, доставленных астронавтами, общей массой 13 килограмм, для исследований в лабораториях Австралии, Бельгии, Канады, Чехословакии, Финляндии, Западной Германии, Японии, Кореи, Испании, Швейцарии, Великобритании, Южной Африке, Италии, Франции, Норвегии, Индии и США. Тема космоса невероятно обширная и интересная. Напишите в комментариях, хотели бы вы сами слетать на Луну или предпочли бы сидеть дома и пить горячее какао. Не забудьте поставить лайк под видео, это сильно поможет нам в развитии канала. Ну а пока с вами все также был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!